Здравствуйте! Вы смотрите программу Смыслица. Сегодня тема – жизненный цикл модного слова. Дело в том, что сначала новое модное слово используют те, кто хочет выделиться, показать, что он продвинутый. Затем оно приедается, но перед умиранием позволяет все тем же активно использующим новинки пользователям языка и еще раз блеснуть с его помощью. Известный лингвист Алексей Михеев отмечает, что люди, которые хотят выделяться и стать законодателями моды, переводят уже ставшую популярной лексику в ранг старомодный, демонстрируя к ней насмешливое и пренебрежительное отношение. Популярная еще некогда лексика выходит из моды и отношения тех, кто претендует на языковую актуальность к моде вчерашнего дня, становится негативным. И, наконец, то, что было модой вчера, становится абсолютно неприемлемым. Поэтому те, кто хочет выделяться, начинают употреблять то же самое слово или словосочетание в измененном виде. Так появилось выражение «все параллельно», «было модным». Ну, в значении «все равно». Его стали использовать слишком часто, поэтому кто-то самый модный сказал «все перпендикулярно». Примерно то же самое произошло и со словом «движуха». Оно появилось несколько лет назад как альтернатива надоевшей всем тусовке. А далее оно довольно активно использовалось в молодежной среде, затем пережило интересную трансформацию, сократилось и поменяло пол, стало движим. Приезжай, тут такой движ. Но самые модные теперь говорят, конечно, движняк. Когда этот корень надоест, найдут другой для этого во все времена популярного времяпрепровождения. Надоевшая всем «круто» из наречия стала существительным «круть». Словосочетание «вынос мозга» тоже переживало разные трансформации. Так, например, можно было встретить интересные примеры языковой игры, выросшие из выноса мозга. Выесть мозг чайной ложкой – торжественный вынос мозга. Пусть наша речь будет безупречной. До встречи!